Друзья, что вы знаете о навесах FIFA 22? Да, казалось бы, вначале они неплохо летели, но как-то со временем все ушло на нет. Вам не кажется? Я просто решил поставить себе эксперимент. Можно ли играть только навесами и достигнуть результата? Я всю Weekend League отыграю, исключительно играя навесами, и в этом мне поможет великая атака из Баварии. Во-первых, это Марио Гомос, которого я еще не тестил в этой части FIFA, и Мирослав Клоза. И у того, и у другого имеется мощный удар головой. И у того, и у другого максимальный показатель прыжков и игры головой. Чтобы достигнуть этого показателя, я им дал якоря. По краям у меня расположены две карточки, у которых максимальный стиль сыгранности под навесы. То есть у Неймара это практически 99 навесы. Ну и, собственно, у Сане абсолютно та же история. Ну и в целом составчик вот таким вот образом выглядит. Ну и все, что, получается, я буду делать в этом видеоролике, это бегать за Неймара и Сане. И, собственно, стараться забить с навеса за Клоза и Гомоса. Да, немножко, конечно, усложняет историю то, что тут ручные навесы. То есть нет каких-то автоматизированных навесов, к сожалению. Поэтому, наверное, будет непросто, но я готов пойти на этот эксперимент. Каждая Weekend League это что-то интересное и креативное лично для меня. Поэтому, ребята, не судите меня строго. Да, в прошлой Weekend League я все победы раздал, а в этой Weekend League я решил вот заняться такой вот херней. Чекаем нашего первого соперника. Так, соперник начал тут навесы делать. Нифига себе. Ну, чувак, ты напросился сам. Хорошо, 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 Неймарчик врывается. И надо вешать. Надо вешать! Хорош, ребята! Первый навес. И это сразу же гол. Это хорошее начало. Клоза, ребята. Так, хорошо летит, хорошо летит. Блин, я не хочу бить, я хочу навесить. Я хочу навесить, блядь. Мне вот всегда в таких моментах интересно, когда я творю какую-то дичь, что мои соперники вообще думают обо мне. Подача! И! Блядь! Это Сане был. Почему Сане? Где Гомос? Где Клоза? Так, ну вот куда здесь вешать? Я вообще хуй знает. Надо дождаться. И вот так вот навесить. Опа! Неймар головой забил. 2-0. Ну, ну ладно, хорошо. Соперник ливнул. Видимо, я его довел, блядь. Неймар, гол плюс ассист. Сане ассист, Клоза гол. Пока что Гомос ничем не отличился. Так, флексим дальше. Что за соперник? Ага, снова фикирчик. Как он задрал меня уже. Так, ну какая-то сумасшедшая дичь происходит. Я за Марио Гомоса подаю, блядь, навесы. Ну я ебанулся, что ли? Бля, я искренне извиняюсь перед своим каждым соперником. Но, вы знаете, мы играем в такую игру. Не самую разнообразную, так скажем. И вот такими вот всякими челленджами лично для себя я как-то пытаюсь развеселить и себя, и вас. Поэтому, если кто-то из моих подписчиков встречался со мной, то простите. Я, конечно, признаю, что это не самый интересный матч в вашей жизни. Но что поделать. Так, подача. Клоза подает. Нет, я не хотел. Тем временем я пропускаю 1-0. Так, давайте вот так вот подадим на Клоза. Клоза! Блядь, хорошо выпрыгнул. Соперник теряет мяч. Надо этим пользоваться. Клоза! Клоза головой забивает. 1-1, хорошо. Пока я тут веселюсь, ребята, вы можете накидывать какие-нибудь другие идеи для следующей викинг-лиги. В прошлой викинг-лиге мы отдавали победы. В этой викинг-лиге мы играем навесами. Что дальше? Давайте, предлагайте ваши безумные идеи. Возможно, некоторые из них я реализую. Так, Неймар. Неймар бежит. Подача. И Клоза! Клоза, блин, ты как так? Интересно, вот есть люди, которые действительно застали эпоху Клоза и Гомоза. И мне интересно, вот они действительно вот настолько хорошо головой играли. Так, Соперник, давай честно играй. Я играю только навесами. Ну что ты, блядь. Ну вот, ну вот, некрасиво. Ну вообще не по-пацански, я хочу вам сказать. Так, Клоза. Клоза. Клоза! Клоза! Клоза, блядь! На нахуй, дубль с головы. Хорош, 2-2. Так, Сане. Подает. Хуево подает. Блядь, ну. Ладно. Ну, в любом случае, это был как бы навес, поэтому формально будем считать, что я забил с головы. Так. Подачка. Ебать, еще и Винал Дум с навеса забивает. Ебать, что за команды головоебов у меня? Ребята, навесы-то до сих пор работают. Вы чекайте, имба стопроцентнейшая. Так, подача. Ну, блядь, ну тут, по идее, на голову я вешал, но пошло на ногу. Так. Соперник тут закомбачить решил? 3-5. Окей. Мирослав Клоза получает звание лучшего игрока матча. Три голешника. Гомос 9-4. Гол плюс ассист. Так. Что по нексту сопернику? Ой-ой-ой. Сульшер. Бля, навос это просто дырка ебаная. 2-0. Не, друзья, в этом матче вообще все плохо. Никак не идет. Не знаю. Сломалась команда в какой-то момент. Так. Что тут опять? Фикир. Баппе. Подача. И Марио Гомос. Блядь, Марио Гомосу прям вообще не везет. Я не знаю. У него ни одного гола пока что нет. С навеса конкретно. Так, санэ. Подача. Ебать. Горецко. Добрый вечер. Так, санэ. Подача. Марио Гомос. Я вас понял. Я вас понял. Ой, блядь. Ребята, вот сейчас у меня уже начинает гореть очко от того, что у меня ничего не получается сделать по флангам. Так, ребята, ни хера пока что не получается. Все мои попытки навесить заканчиваются каким-то дерьмом, блядь. Ну, я не знаю. В этом матче прям вообще нихуя не получается. И начинает казаться, что это не так уж-то и весело, блядь, когда ты весь матч ни хера делать не можешь. По факту соперник тебя разъебывает. Ну, типа ты делаешь только навесы и, по сути, у тебя никаких других вариантов нет подойти к воротам. Это, конечно, да. Тот соперник меня обыграл. Я вышел, тоже не стал затягивать. Следующий соперник это у нас Апуэл. Друзья, после тех двух лузов я уже начинаю понимать, что какая-то хуйня у меня идея. Поэтому я на сейчас последний матч сыграю чисто навесами, а потом уже буду играть как нормальный человек, блядь. Так, давайте, пацаны, ну забегайте. Ну-ка, вот так вот. И головой. Блядь, да какого хуя так плохо, блядь. Начинает бесить уже. Может, в игре есть какой-то лимит по навесам. Типа из разряда ты там забиваешь 5 навесов и больше ты не можешь забить на протяжении 100 матчей. Я хуй его знает. Ну-ка, вот теперь. Блядь, не, ну. Все, ребята. Пизду. Официально мой челлендж закончен. Я играю теперь как нормальный человек. Заебало. Заебало, блядь. Нахуй, блядь. Куртуа, иди в пизду. Все, блядь, нахуй. Клоза подает. Я ебанулся. Все, блядь. Ну-ка. Марио Гомас. Блядь. Я хуй его знает. Почему пацаны перестали внезапно забивать. Ну. Ну. Клоза хорош. Все-таки мы вспомнили, что такое навесы. 1-1. У меня тут Алаба, блядь, догоняет, блядь. Я Неймаром не могу убежать от Алаба. Все, блядь, нахуй. Пизду тебя челлендж, блядь. Ебучий, блядь. Мне что, заняться больше нечем. Мне заняться, блядь, больше нечем, блядь, в этой жизни. Блядь, охуенно. Мне заняться больше нечем. Сука, я даже с ноги забить не могу, блядь. В штангу попадаю, блядь. Блядь, ты еще слабее не мог ударить, нахуй. Так, друзья. Достигнута финальная стадия кипения очка, блядь. А вы знаете, что это значит? Это значит, что я сейчас еще один пропущу. Нет, блядь. На вас, блядь. Хорош, блядь. Обожаю тебя. Лучший галкибер в этой игре. Да как обычно. Вот хочется пофаниться, что-нибудь веселое записать, блядь. В итоге, блядь, сам себе яму рою, блядь. Играем. 2-2. Да, Неймарчик, хорош. Да вы что, ебанаты что-ли, блядь. Нахуй вы друг другу мешаете, блядь. На, нахуй, бля, внимай, бля. Внимай, бля. Нахуй этот челлендж ебучий, блядь. Просто нахуй, бля, иди. Ебану ты челлендж, бля, придумал себе на голову, бля. Хуету какую-то, бля, ебаную. На, нахуй, бля, вынимай. Внимай, блядь, нахуй. Роберто, блядь, нахуй. Карлос, блядь, нахуй Все, блядь, летай, нахуй, бомжара, блядь Ебучий челлендж, блядь, придумал на свою голову Вот, все, до свидания, блядь Знай свое место, блядь Ой, ребята, сори, я немного в образе долбоеба был Сами понимаете, когда ты сосешь у всех подряд Третий матч подряд, как-то у тебя немножко очко пригорает В общем-то, как обычно Начали за здравие, закончили тем, что я нахуй послал этот челлендж Ну ладно, друзья, давайте зафиналим этот челлендж К сожалению, таким вот печальным образом Что я могу сказать? Клоза хорош, пять голешников забил вроде все с навеса В принципе, пофанится, поиграть пару матчей можно Но не больше Я на всю викинг-лигу не готов подписаться Да, вначале я такой, эх, жизнерадостный Уверенный в себе Пошел в эту сраную викинг-лигу Но, как видите, немножко припекло И что-то энтузиазм к этой идее у меня пропал Гомос за пять матчей вроде ни одного гола с навеса не забил Вас я поблагодарю за просмотр данного видеоролика Надеюсь, вы не сильно расстроитесь То, что я решил не доигрывать свой челлендж Сами видите, как у меня прикипело Ну и, собственно, все Будем прощаться Пишите что-нибудь классное в комментариях С вами был я, Пандосов и Иксавич И всем Good like Good night Короче, все, пока